Вот. Многие приниматели наверняка вынесли списки там всех своих родственников и знакомых для получения пропусков. Будут ли эти списки использоваться в дальнейшем для получения информации о любой занятости? Как вы будете бороться именно с этими фейковыми пропусками? То есть вы будете сейчас все-таки срезать или все-таки, как вы сказали, подпишите все? Нет, ну все неглядя не будем, конечно, подписывать. Мы сейчас на данный момент, на вчерашний день, в первую очередь, подписали и выдали тем предприятиям, которые являются жизнеобеспечивающими для города. Да, информации очень много вчера вывалилось. Как мы ее будем в последующем использовать, как теневая или не теневая, но это вопрос второй. Сейчас он не стоит у нас на повестке. Еще раз говорю, наверное, все-таки мы максимально будем идти навстречу о выдаче пропусков, но за исключением тех, которые явно просто не должны работать в этих сложных условиях. Будут на нас обижаться, не будут обязательно. Это, конечно, очень серьезный вопрос. Где вот эта вот граница? Кто должен, кто не должен работать? Мы в течение дня сейчас проанализируем те документы, которые у нас, в первую очередь, по индивидуальным предпринимателям есть и по предприятиям, которые подписывают нам, что у них охрана склада надо 25 человек. Зачем это нам нужно? Мы не понимаем. Да, охрана нужна, чтобы не было никакого мародерства и врачства. Но почему это 25 человек? Почему это бухгалтера, главные бухгалтера, замдиректора коммерческой службы? Тоже не понимаем. Здесь очень многое, конечно, на ответственности конкретного руководителя, с тем, чтобы он сам принимал решение, как обезопасить людей в первую очередь. Сейчас задача – обезопасить людей. Да, потери будут и по бизнесу, и по прибыли. Конечно, они будут тут уже, это понятно. Наверное, за исключением только тех, кто занимается проводками питания, самыми жизнеобеспечивающими, которые должны быть постоянно на полке. Ну а как быть с организациями, которые занимаются аварийной работой? Ну, конечно, они должны работать с аварийными. Жить не заканчивайте. Мы особо трепетно смотрим, если отключился газ, сразу аварийные направления. Это уже не растягивает. Вода, тепло, горячее водоснабжение. Конечно, они должны работать. Но какова речь? С учетом мер безопасности. По поводу, был вопрос, если ехать в другую область, там, за мамой, за бабушкой, там, на операцию, ну, конечно, надо ехать. Есть назначение врача на операцию в Москву или в Саратове. Никто не в том случае не ограничит этих людей. Как будет направление из лечебного участия? Да, направление будет. Конечно же, надо делать плановую операцию, там, на сердце или на какие-либо другие органы. Конечно, надо ехать. И сопровождающий должен быть, и никто его не остановит. Здесь не должно быть диких потрясений. Но, опять же, основная задача максимально рассредоточить людей дома, чтобы не было распространения. Вы видите, что за вчерашний день прибавка по стране очень большая произошла. Там плюс 500 человек в области прибавилось. Поэтому, коллеги, уважаемые жители, балаковцы, пожалуйста, берегите себя. Надо разорвать вот эту цепочку распространения.